Вчера днём на перекрестье Белинского с переулком Переходным приключилась трагикомичная авария с участием двух больших машин и одной маленькой. Что-то истыкло сборная России по футболу готовится к чемпионату мира. Товарищеский матч со сборной Узбекистана. В роли маленького мячика использовалась божья коровка Ака зелёного окраса. Этот крошечный окаянный автомобильчик стоял на светофоре и никого не трогал. В нём сидели два пенсионера. Два любящих сердца муж и жена нелюбины. Они тихонечко крались из огорода домой и вдруг сзади подлетел центр форвард Газель и нанёс сокрушительный удар по зелёному мячу. Это был штрафной. Удар получился мощный, хитро подкрученный. Мяч Ака пролетел мимо стенки, развернулся на 180 градусов и вылетел навстречку. Однако в это время на мяч выпрыгнул узбекский голкипер корейского происхождения Деунексия с узеньким прищуром фар. Удар русского форварда с берегов Волги ему отразить удалось, но от соприкосновения с мячом узбекского вратаря отбросило на 30 метров и вышвырнуло за пределы поля. Ваут на тротуар. В результате розыгрыша стандартного положения пострадали и нападающий Газель, и кипер Деунексия, но больше всех досталось мячику. Аку расклестала и спереди, и сзади. На этом комичная часть завершается, потому что ДТП встало комом для пассажирки Аки. На переднем сидении находилась бабушка Нелюбина, которая при двух сильнейших ударах в обе стороны стукнулась головой и с открытой черепно-мозговой травмой попала в больницу. В остальном же никто из людей не повредился. Причину нанесения штрафного удара выясняют арбитры из ГАИ.